Всем привет! Из прошлого видео о часах Honor Band 6 мы научились устанавливать кастомные циферблаты на наши часы. С момента выхода видео список доступных циферблатов увеличился, и если ты не знал как можно установить циферблаты на свой Honor Band 6, переходи по ссылке сверху. А также нужные ссылки на видео ты найдешь в описании под этим видео. Список циферблатов пополняется, но все же хотелось бы сделать свой циферблат с теми возможностями, которые лично мне нужны, и чтобы с быстрым доступом к функциям и нужной информацией. Это видео поможет людям, которые знают фотошоп, помочь в разработке своих циферблатов, и даст много ответов на вопросы по разработке циферблата, и разным нюансам, и трудностям, которые я сам прошел и потратил немало времени для их решения. Чем больше разработчиков, тем больше будет выбор циферблатов для нас всех. Поехали! Для того, чтобы разобраться и сделать свой первый циферблат, нам нужно будет программа для разработки циферблатов, пару шаблонов, программа для экспорта нашего проекта и фотошоп. А теперь все по порядку. Программа для разработки циферблатов называется Huawei Watch Face Designer. Ссылку на нее найдешь в описании. Также в описании найдешь пару исходников, шаблонов циферблатов от хороших людей, которые можно переделать под себя и понять структуру и работу циферблатов. В том числе там будет исходник моего циферблата, который можно использовать как шаблон для своих проектов. Все это скачиваем и запускаем программу. Заходим в Google Переводчик и начинаем учить китайские. И лишь потом приступаем к разработке циферблата. Шутка! Нажимаем сюда и переключаем на английский язык. Нажимаем File, Open и открываем проект, который будем использовать как шаблон. Свой циферблат я буду делать вот из этого проекта. В нем есть все элементы, которые на мой взгляд нужны для моего проекта. И нужные элементы, чтобы разобраться в самой структуре и работе. Есть стрелки, обычные часы и дата, пульс, батарея, шаги и расстояния. В этом видео я не стану объяснять полностью о всех элементах и функциях. К тому же я их сам не все знаю. Но постараюсь объяснить саму структуру циферблата. И короткий путь от создания до экспорта файл установки. И подводные камни, с которыми вы обязательно столкнетесь. Проект циферблата состоит из четырех частей. Время, дата, виджеты и задний фон. Во вкладке время присутствуют все элементы, которые отвечают за время. Это стрелки и само время. Многие элементы сделаны в виде картинок. Так как само приложение не поддерживает много шрифтов. И мы ограничены. Текст также можно использовать, но выбор шрифтов скудный. С помощью картинок мы можем обойти данное ограничение. И при замене картинки можем изменять вид циферблата. Таким же образом меняются стрелки циферблатов. И меняется размещение стрелок. Все элементы в формате PNG. С прозрачностью. Если нажать правой кнопкой по вкладке, выскакивает все элементы, которые мы можем использовать в определенной вкладке. Это текст, стрелки и различные картинки. Во вкладке дата, все что относится к дате. Отображение дня недели, месяца и другое. Вкладка виджеты позволяет работать с виджетами. И отображает различную информацию. Такие как пульс, заряд батареи, шаги, калории, погоду и много чего еще. Во вкладке background находится фон самого циферблата. Приступим к разработке своего циферблата. Начнем с фона. Я хочу сделать классический циферблат. Со стрелками. Начинаю с безеля. Позже пошли часовая и минутная стрелка. Вот так получился задний фон циферблата. Очень важно. Задний фон нужно сохранять в формате BMP. В определенном режиме. Если сохранить картинку в другом режиме, на часах наш циферблат будет выглядеть вот так. Нажимаем сохранить как. Выбираем BMP. Выбираем дополнительные режимы. 16 бит. И R5, G6, B5. После добавляем наш фон. Размещаем нужные элементы и удаляем ненужные. Иконки и другие элементы размещаем на свой вкус. Переделываем стрелки и устанавливаем на свои места. Так как в этом шаблоне отсутствует погода, позаимствуем иконки из другого проекта. Вот так получился и выглядит наш циферблат. Теперь сохраняем его. Заходим во вкладку экспорт. Здесь нужно назвать наш проект. И сделать обложку нашего циферблата. Первая обложка разрешение 506 на 960 в формате JPEG. Вторая 206 на 390 в формате JPEG. А вот третья 126 на 238 в формате BMP. Но формат BMP не простой, а такой же как и задний фон. Выбираем BMP. Выбираем дополнительные режимы. 16 бит и R5, G6, B5. Нажимаем экспорт. Как видим, экспорт не произошел. И файла циферблата нет. Сохраняем проект еще раз. И качаем программу для генерации циферблата. Разархивируем программу в папку. C, Program Data. Если не находишь папку Program Data, нажми вид и активируй отображение скрытых файлов. Watch Designer Project. Из другого места сгенерировать циферблат не получится. Сюда же скопируем папку со своим готовым циферблатом. После чего нажимаем правой кнопкой по файлу Copy. Изменить. И вписываем имя папки со своим циферблатом. То же самое проделываем с файлом Copy. Плюс. Экспорт. Запускаем. После чего появляются буквочки циферки и появляется файл. Который можно закачивать на телефон и устанавливать так как в прошлом видео. Так наш циферблат выглядит на часах. Мне очень нравится. Видна вся для меня нужная информация. Но чего-то не хватает. А именно быстрого доступа к функциям. Например, чтобы по нажатию в определенном месте можно было открыть нужное нам меню. Открываем проект и заходим во вкладку виджета. Нажимаем правую кнопку и создаем кастом. В нем выбираем нужную для нас функцию. Например, погода. Затем создаем контейнер. И выбираем только что созданный кастом номер один. Делаем нужный размер и размещаем зону. По нажатию которой будет открываться погода. Дальше делаем и с другими зонами. И функциями, которые нам нужны. Будильник, секундомер, таймер, тренировки, пульс и так далее. После чего сохраняем и снова генерируем циферблат. Загружаем на часы. И теперь наш циферблат поддерживает быстрый доступ к функциям. И уже сейчас нашим циферблатом очень удобно пользоваться. Теперь и ты можешь повторить и создать свой уникальный циферблат. И я уверен, что ты сможешь сделать похожий или гораздо круче циферблат. Именно для этого я записываю данное видео. Чтобы больше людей могли их создавать и делиться с другими. Это далеко не полный функционал программы. Есть много других фишек, о которых я еще сам не знаю. Но это видео поможет начать. И даст ответ на множество вопросов по теме создания циферблатов в программе Huawei Watch Face Designer. И поможет в разработке не только циферблатов для Honor Band 6, но и других фитнес часов от Huawei. Делись своим опытом, загружай циферблаты и делись ссылками на них в комментариях под этим видео. Задавай вопросы, а также влепи лайк за труды. Подпишись на мой канал и смотри другие мои видео. До скорой встречи друзья. Пока.